Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за Миланский Интер. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РНТ. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад, если их там увидите. Ну что же, сегодня мы отыграем полностью месяц с декабря в нашей карьере за Интер. Здесь у нас всего лишь 4 матча Сосуола, потом в Лиге Чемпионов стал Милес, вроде так эта команда называется, честно, вот уже не помню. Да, стал Милес. Выездная игра против Аргентины и домашняя против Наполи. То есть матчи интересные в чемпионате Италии, ну и более-менее вот дойдем до 2-го числа. Не знаю, 1-го, может быть, уже постараемся подписать Ирвинга Лозана, который, правда, сейчас играет в Барселоне. И вряд ли нам его дадут подписать. Сейчас вот, если даже мы посмотрим. Вот, ну в принципе он как недавно пришел, поэтому мне кажется вряд ли. Хотя нет, вот видите, можем, можем мы его действительно подписать. Но сейчас бы нам желательно выйти. Хотя, хотя, обмен игроками того же Лазара предложить. Я не знаю, он как ППшник считается или да. Так, Вингер. Так, Лазара. К примеру. И предложим, ну вот, все свои деньги мы, получается, попробуем сейчас отдать 19 миллионов. Согласны ли, не будут? Они 25 хотят. Так, давайте снова 19 сейчас. Так. Ну, мне кажется, он Барселоне вообще не нужен будет. Но вот тот же Лазара нам, мне кажется, поинтереснее был бы. Так, ну и дополнительные условия. Давайте еще и 15%. Хотя нет, это много, мне кажется, 10% сейчас за перепродажу Лазарна. Вот, замечательно. Сейчас мы еще и Лазарна можем забрать. Так, а у нас и Баку тут был как вариант. Так, давайте попробуем еще и с Баку так же договориться, получится или нет. Мне вот интересно. Потому что Баку-то больше, как бы, потенциален для нас. Ему и 23 года. И все такое. Так, во-первых, 19 миллионов сразу. Во-вторых, обмен игроком. Вингер. Ага, уже нельзя, значит. То есть, все, значит, нам надо... Ну, давайте, 19 миллионов. Они сейчас распсихуются, наверное. Да. Поэтому я, честно-то, и не знаю. Лазарна-то больше интересен мне, по правде. Так, он недавно перешел из Наполя. Еще и Интер сейчас делает предложение. То есть, странно, что Барселона вообще готова отдать нам Лазарна. Но мы сейчас попробуем. Почему бы и нет? У него скорость. Вот где у него здесь? У него не здесь, да, эта скорость вся? Вот здесь где-то она должна же быть. Вот скорость. У него скорость 92, там. То есть, в принципе, давайте начнем сейчас переговоры. И он к нам уже 1-го числа присоединится вместо Лазара. Ротационный. Замечательно, да, потому что у нас в Берарде основной вингер. Так, на сколько? На сколько? Ну, ему 26. Давайте на 4 года, до 30 пусть у нас до окончания практической карьеры доиграет. Так, ну и зарплата. А сколько мы тебе готовы предложить-то на самом деле, я не знаю. Мне кажется, 100 тысяч это... А, это оскорбление, все понял. То есть, заново придется нам сейчас с Лазарна договариваться. Да и тем более с Баку бы могли. Там, не знаю, через неделю, через 2 недели. Но мы снова попробуем с ними договориться. Ну, а пока у нас сейчас игра с Сосуоло в рамках чемпионата Италии. Давайте пока что поиграем стартовым нашим составом первым. А в Лиге чемпионов уже вторым выйдем. Там, тем более, слабая команда. Поэтому будем набирать очки в чемпионате. Поехали. Итак, Интер против Сосуоло. Мы на Сан-Сиро. Чемпионат Италии. Поехали. Для Берарде это тоже такой плюс. То, что перешел к нам. Мы боремся и за чемпионство второй год подряд. И в Лиге чемпионов будем участвовать. Вряд ли он бы в Сосуоло получил бы такую практику. Лаутаро Мартинес. И подавать там можно и на дальний Челхануглу. Это 1-0. Просто под расстрел сейчас пошел Сосуоло. Через Хакана Челхануглу. Джека. И вот неплохо на Никола Бореллу. И он забивает второй. Слава богу. Здесь уже просто надо было простачка такого дать. Потому что проблемы у нас возникали. И могли бы мы и пропустить сейчас в концовке. Поэтому слава богу, что получилось второй нам забить. Так неплохо. Лаутаро. Что может быть 3-0 сразу? Неплохо как развернул. И это 3-0. Просто рассыпалось сейчас Сосуоло. Наверное пошли все в атаку уже при счете 2-0. В итоге пропустили сразу же мяч во второй атаке после пропущенного мяча. И все. Слава богу финальный сысток. У нас домашний разгром. Но так бы мне бы не сказалось. По игре у меня большие вопросы к моей команде. Много было нереализованных моментов. Еще и допускали упущенные вот именно моменты у соперника. Когда позволяли бить. Вот на 2 даже голоса Соло наиграли. А мы на 6. Но забили всего лишь 3. Так что у нас по эффективности игрока. Лучшим игроком признан Мартинес. У него оценка 10-0. Гол плюс пас. Баррелла забил 1 гол. Чет Хан Углу забил 1 гол. Хан Данович на 4 месте. Он выручал команду. 3 сейва при 7 ударах по воротам. Ну и Джека 2 голевые отдал. Хуже всех отыграл, кстати, Берарди. Против своей бывшей команды. 6-8 у него оценка. Итак. Исландия предлагает стать главным тренером их сборной. Мы отклоняем. Ну что ж. Сейчас у нас 6-й тур Лиги Чемпионов. Мы играем, естественно, вторым составом. Потому что уже с первого места мы официально выходим. Даже Мадридский Реал нас не догонит. Пойдемте на пресс-конференцию. Так. В прошлый раз мы показали, что Интер нам не соперник. Хотя мы главный тренер Интера. Странно. Интер снова победит. Не сомневаюсь. Ответим так. Вы только что провели тяжелый матч против Сосуола. И теперь играем против Сталмилиса. Изменения возможны. Ответим так. Так. Ну и мы находимся в прекрасной форме. Не сомневаюсь, что будем играть так же дальше. Так. Ну и лучший у нас бомбардир здесь один Джека. У них, кстати, никого. Ну и логично. Потому что команда там сейчас идет внизу. Вот так. Дождь на стадионе. Поехали. Ну что же. Лига Чемпионов. Интер против Сталмилиса. В принципе, для нас игра уже ничего не решает. Но хотелось бы все-таки 6 побед из 6 на групповой стадии. Тем более и заканчиваем еще матчем против слабой команды. То есть тут сам Бог велел, чтобы у нас получилось сделать 6 побед на групповой стадии. Тот на Кареу. Каре на Санчеса. Замечательно. И не было офсайда. Алексис Санчес попадает в штангу. И автогол. Все-таки автогол. 18-ая минута. Интер в итоге выходит вперед. Замечательно. Сейчас даже посмотрим. Да, точно. Автогол. Чорбаджийский. Забил в свои ворота. Дамфрис неплохо. Лазара. Супер. Каре. Хорошая передача на Санчеса. Каре. И это 2-0. 25-ая минута. Ну все. Здесь уже будет сейчас, мне кажется, каждый удар по воротам Сталмилиса залетать. Неплохой пас на Артура Видаля. Видаль на перешече. И вот он. Хороший момент. Прострел. И гол. Каре забивает. 43-я минута. 3-0. Комара. Супер. Каре. Так развернул. И Артура Видаль. Открывает счет. Своим голам в сегодняшнем матче. 4-0. Капитан тоже решил приударить. В итоге 45-ая минута. К тому же даже 46-ая вроде шла дополнительная. Ну а Каре еще и голевую передачу отдал. Ну все. Здесь, мне кажется, уже возможно название самой разгромной победы, если вот получится во втором тайме еще прибавить. Нет, нет и нет пока что. И перешече делает счет 5-0. 61-я минута. Неплохо. И вот она хорошая передача на перешече. Много бегут сейчас игроков Интера вперед. И Каре в итоге забивает хэт-трик. 6-0. 75-ая минута хэт-трик Хуакина Каре. Замечательная через перешече. И перешече по отдаче. И Каре делает покер в Лиге Чемпионов. 85-ая минута. 7-0. Забиваем. И все. Финальный свисток. 7-0. Интер в итоге в финальном матче группового этапа Лиги Чемпионов разгромил. Стал Милес. Каре за 6 ударов забил 4 мяча. Хорошая статистика. Ну посмотрим, что у нас по XG. Стал Милес. Кстати, наиграл на 1 гол. Так что это хорошо у нас. И оборона отыграла. Мы наиграли на 10 мячей. Где-то вот подвела наша реализация. По эффективности игроков. Сейчас посмотрим. Каре, естественно, стал игроком матча. 10-0 оценка. 4 гола. 1 голевая. 5 результативных действий. Перешеч. 1 гол. 3 голевые передачи. Видаль забил 1 гол. Санчес отдал 2 голевые передачи. Сенси. Самый худший игрок по рейтингу. 7-1 оценка. Но, кстати, все наиграли на оценку выше 7-ки. Тот же Стракоша на 7-8 отыграл. Сейчас посмотрим. У него, в принципе, не было момента. Вот 6 ударов. 3 в створ. Кстати, нет. Тут не в створ даже, а 2 в створ было. Но он отразил. Замечательно. Ну что же, приходит сообщение. 27 миллионов 850 тысяч мы получаем за то, что вышли с первого места в плей-офф Лиге Чемпионов. Давайте сейчас посмотрим на наших возможных соперников по плей-офф. Так, ну, поехали. Манчестер Сити. Ливерпуль. Спортинг. Бавария. Даже Бенфика вышла с первого места. Вильяреал. Вольсбург. Ювентус. Но на Ювентус мы попасться не можем. Поэтому Вольсбург было бы интересно. Вильяреал. Что еще? Спортинг. Ну вот ни Ливерпуль, ни Манчестер Сити. Вот этих бы команд и Баварию я бы ни в коем случае не хотел бы на них попасться. Так, Ливандовский. Снова, кстати, у нас в какой-то очередной уже карьере стал игроком года. Поэтому, мне кажется, в FIFA это уже заскриптовано было. То, что именно он должен был где-то получить. Так, ну и кто? Вильяреал. Вильяреал наш соперник по 1-8 в Лиге Чемпионов. Повезло, можно так сказать. Поэтому замечательно. Я доволен. Так, ну и снова у нас, кстати, доступно. Давайте я теперь попробую связаться с Баку. Также постараться обменять Лазара с доплатой в 19 миллионов. Так, ну, во-первых, 19 миллионов. Во-вторых, обмен игроком. Вингер Валентина Лазара. Подаем предложение. Ух, они вообще хотят 37. Вы чего, серьезно? Какие 37? Это то, что доплата именно. Давайте-ка еще раз. Ну и на самые жирные сейчас для них именно условия попробуем. Это добавить условий выплат. Но мы абсолютно все сейчас попробуем. Все 25% готовы отдать Вольфбургу. Согласятся? Нет. Ну и значит нет, так нет. Сейчас будем пробовать снова подписывать Лазана. Они-то, в принципе, были согласны. Вот. Поэтому возвращение полгода. Буквально он поиграл в Испании. И снова мы сейчас его постараемся вернуть в Италию. Но только он уже будет играть не за Наполи, а за нас. Так, снова Вингер. Снова Валентина Лазара. Подаем сначала так. 35 они хотят. Контр-предложение. Так, 19 миллионов. Сейчас дадим им. И 15 попробуем при перепродаже. Нет, они тоже, кстати, не хотят. Это почему так-то? Что случилось? Из-за того, что мы со второй попытки теперь пытаемся с ними договориться. Это бридж. Давайте 20. Не знаю, там как-нибудь. Может быть, мы наскребем на зарплату. Я не помню, там сколько у него. Ну, 160 вот у него будет. Давайте 20 миллионов. 25 хотят. Так, ну, снова пытаемся. Я не знаю. Сейчас они, мне кажется, уже расписываются и уйдут. А мне придется искать другой вариант. Так, и все. Нам, кстати, уже нельзя. Давайте еще раз. 20 миллионов. Так, нам им нужно время. Ну, вряд ли за это время они что-то там надумают. Поэтому я не знаю, честно. Я не знаю, кого нам надо подписывать. Усиление основы стоит. Правый полузащитник. Вряд ли нам кого-то даже найдут там. Давайте изменим задачу. Усиление основы. Ну, мы, в принципе, его уже там оставили. Поэтому убираем и ставим многообещающий. Может быть, такое что-нибудь. Какого-нибудь хорошего игрока на обмен. То есть, 70. Да, я даже готов 75 плюс игрока купить. Но если он будет действительно моложе, чем Лазара. Там Лазара сколько ему лет-то на самом деле. Что-то даже не смотрел. 25 лет. Поэтому 20-летнего и младшего я готов буду подписать. Если он действительно там многообещающий будет. Ну что же, мы снова первым составом выходим против Фиорентина. Надо сейчас посмотреть, через сколько у нас игра против Наполи. А, через неделю буквально. Поэтому сейчас два матча мы вот этих и отыграем первым составом. Очки нам ни в коем случае нельзя терять в серии А. Итак, Фиорентина-Интер. Поехали. Итак, стадио классика. Фиорентина принимает Интер. В рамках серии А. Поехали. Лаутаро. И Эриксен. Хороший голос подкрутки и так далее. Восьмая минута. И уже очень быстро мы выходим вперед на выезде. Итак, вот опасный момент. Хонданович отбил. Ну а этот уже удар в ответку не получилось отбить, к сожалению. Но здесь я не знаю. И Хонданович вроде с первым-то моментом справился. Отбил в ненужную сторону. И накрыть защитников. Защитникам не получилось игрока атаки Фиорентины. В итоге мы пропускаем первый гол в сегодняшнем выпуске. И Боррелло. И Боррелло. У Фиорентина уже четвертый удар в створ. А у нас всего лишь один только. Прострел. И Боррелло выводит нас вперед. Замечательно. У нас пока что плохая статистика по ударам. Два удара в створ, два гола. Надо больше бить, ребята. Так, я не знаю, офсайд не офсайд был. Но вроде можно додвигаться дальше. Беррарди с мячом. В центре подключения от Джека. Джека на Лаутару. И это 3-1. Все. Разорвали мы оборону Фиорентины перед самым перерывом. И вроде как три удара. Сейчас три в створ. Три забитых мяча у нас. Калихон. И вот он. Вот он. Хосе Калихон уменьшает наше преимущество. И два мяча мы уже пропускаем против Фиорентины. На воротах же Несракош стоит Аханданович. На скорости будет, наверное, идти дальше. Отдают в итоге передачу на Джека. Джека. Начал Хану Глу. И тот делает счет 4-2. Снова у нас лидерство в два мяча. Замечательно. Гонсалес. Интересный сейчас момент. Калихон делает дубль. И снова счет у нас минимальный. Слава богу, еще в нашу пользу. Но проблемы здесь, скорее всего, с вратарем у нас снова. Потому что такие матчи бывают, как я вам говорил. Когда вратарь перестает тащить стопроцентные моменты. Джека неплохо через Берарди. Неплохо Баррелла. И здесь Челхану Глу. Но снова надо в два мяча делать разницу. Супер. Притом, что и у Ферентины такой же вратарь. То есть, это город голов сегодня будет. Челхану Глу. Неплохо так пробросил мяч вперед. Хакан. Челхану Глу делает хэтрик. 6-3 в итоге счет. Молодец. Наш турок. Финальный свисток. Со счетом 6-3. Интер в итоге обыграл Ферентину. Победа-то разгромная. Но вот три пропущенных мяча меня очень сильно сейчас тревожит. Скорее всего, это просто неудачная игра Самира Хандановича. Так, по Икс-Ж мы наиграли на 5 мячей. Ферентина на 4. То есть, победа должна была быть вообще минимальной. Но наш, мне кажется, вратарь получше справился. Так. Челхану Глу стал игроком матча. Забил три мяча. Мартинес гол плюс пас. Джека отдал три голевые передачи. Баррелло тоже гол плюс пас. Эриксон забил один гол. И Берарди отдал голевую передачу. Шкринера получил 5,7 оценку. Вот как так. Хотя Ханданович 7,4. Но он там вначале спасал. Из 7 ударов 3 пропустил. Большинство он отразил. Но все равно. Ужасная игра всей команды. Так. Приходит нам сообщение. Пол Азан от Транцер неприемлем. Давайте начнем снова переговоры. Еще раз попытаемся. 19. Я не знаю, сейчас будет ли вот эта вот доступна снова функция доплаты. А нет, я так вижу. Ну да ладно. 21 может быть миллион нам получится. Так. На зарплату я не знаю, останется ли ему это что-нибудь там или нет. И. Так. Вот. Перепродажа доступна. Отлично. Давайте. 20 миллионов. Они сами решили эту функцию добавить. Поэтому. Она у нас до этого не появлялась. Так. И изменим. 15 или 20. Давайте 20. Чтобы уж точно, наверное, там они были согласны. 20% при перепродаже. Так. Ну у нас денег-то все равно вот не хватит. Хоть ему. На контракт ему. Давайте 20 с половиной. И десяточку. Да что ж ты. Они не хотят вообще ничего делать так. Пробуем последний. 20 с половиной так же. Ну и 25% сейчас будем им предлагать. То есть полностью. Здесь, мне кажется, они должны согласиться. Да, супер. Наконец-то. Сейчас главное, чтобы Лозану уже согласился с нами. Потому что у него зарплата в Барселоне 160. У нас доступно 150. Только вот я ему могу предложить. Я ему 100 предлагал. Он отклонил. Надеюсь, сейчас сам будет он предлагать зарплату. Нет. Снова мы. Ну давай попробуем. 140 тысяч евро. Все. 140 его устроило. Ну замечательно. Так что к нам присоединится Лозана. Уйдет от нас Валентина Лазаро. То есть проблем даже вот с произношением у нас сильно не должно быть. Лазаро ушел. Лазану пришел. Вот. Поэтому как-то так. Так. Следующая у нас игра против Наполи. Поэтому пусть тренируется второй состав. Будет играть, естественно, первый. Но у нас отставание в 9 очков до Ювентуса. Это 3 победы. Надо, чтобы Ювентус 3 раза проиграл. Так. Вакансии по работе со сборными. Канада и Новая Зеландия. Нами интересуются. Спасибо. Не нужно. Так. И вот он риск потерять много игроков. Я сейчас не знаю. У меня денег-то не хватит с многими контрактами переподписать. Каре в аренде. Давайте с Амброзио попробуем для начала. Мне кажется, я с ним смогу пониже ему контракт предложить, подешевле уменьшить. Хотя, ну да, вот у нас полностью только вот роль в составе. Он у нас нерегулярный. Так тебе пойдет такая роль? Да. Их устраивает. На один, наверное, сезон мы готовы с ним продлить. Тоже они согласны. Игнорирую отступные. И по зарплате. 70 тысяч евро. Их устраивает замечательно. 15 тысяч евро. Мы сэкономили наш зарплатный бюджет. Видали? Тоже давайте продлим. Тоже там на сезон. По крайней мере на один хотя бы. Так. Тоже нерегулярный. Ротационный. Ну, нам, в принципе, тоже это устраивает. На один год. Безотступных. Все, мы согласны. А сколько вот ему зарплату-то предлагать? 90 тысяч евро сейчас. Он, естественно, согласен. Надо было меньше предлагать. Потому что это очень много для него. Так. Перешич. Вот. Ему также, наверное, там надо даже 80. Я попробую сейчас ему предложить зарплату. Так. Нерегулярный. Он тоже хочет ротационный. Нехорошо. Продления нет. Это как так? Давайте на год. Продления нет, говорят. Игнорируем. Отступные. И 80 тысяч евро сейчас попробуем договориться. Ух, они еще с бонусом хотят. Ладно. Хотя бы меньше нам капы. 82. Давайте. В любом случае это лучше. Так. Брозовича. Вот с Брозовичем. В принципе, такой я ему готов контракт предложить. Главное, чтобы он сейчас больше не попросил. Потому что он и возраст у него нормальный. И рейтинг стабильный. Так. Но он важный игрок. Он игрок основного состава. На 2 года без проблем. Игнорируем отступные. Что по зарплате? Давайте. Я даже не знаю. 120 попробуем. Чуть-чуть поменьше. Да. На 10 тысяч меньше. Он согласен. Замечательно. Дальше. Каларов. Каларов заканчивает карьеру. Кордос. Я с ним продлю, чтобы его лишь бы продать. Только так, наверное. У него рейтинг там вниз пошел. Он возрастной у нас вратарь. Не регулярный. Мы согласны. Не знаю, сколько ему продления нет. Не. Давай-ка на сезон. Так. Без отступных. Мы согласны. Так. Ну что по зарплате? Давайте 20 тысяч евро. Мне кажется, ему это чересчур даже много. Но главное, чтобы он согласился. Так. Весина. В принципе, 30 лет рейтинг не потерял. Поэтому можно и на десяточку поменьше зарплату дать. Потому что он у нас не основной игрок. Ротационный. Да. Замечательно. Продления нет. Почему они многие не хотят с нами продлевать? На сезон. Да. Их устраивает. Так. И по зарплате. Я даже не знаю. Давайте 70 тысяч евро. Их устраивает. Замечательно. 18 мы сэкономили. Так. Ну и все. Получится. Мы со всеми продлили. Даже зарплатный бюджет сэкономили. Ну что же. И последняя у нас сейчас игра. Против Наполи. Наш лучший бомбардир Каре. У них Инсиньи. Больше. У двух этих игроков. 10 забитых мячей. У Инсиньи 11. У Каре 16. Поэтому замечательно. Сейчас он правда не в стартом у нас составе. Хотя я бы может быть и выставил. Вместо Джека. Но пусть же будет Джека пока что. Вот. Хоть там игра головы у него хорошая. И так. Не самое удачное начало сезона. Мы сможем исправить ситуацию конечно. Против Наполи. Проведем матч и увидим кто победит. Так. И вы одержали облицательную победу в прошлой игре. Команда великолепно конечно играла. Три мяча пропустила от Фиорентины. Просто шикарная игра. Ну что же. Домашний матч против Наполи. Поехали. Ну что же. Интер в Милане принимает Наполи. На Сан-Сиро. Чемпионат Италии. Поехали. Будет после последней игры с Барселоной проходить уже медосмотр в Интере. И вот как раз прошлое свое время пребывания в Италии. Ирвинг Лозанна проводил именно в Наполи. Против которых мы сейчас играем. И которому сейчас забивает Лаутаро Мартинес. Понятно что Лозанна у нас куплен на подмену Лозаро. Который самый низкорейтинговый вроде игрок нашего второго состава. Поэтому на сезончика три Лозанна вернется в Италию. Лаутаро. Ну все здесь можно. Можно и убегать. Забивать дубль сейчас стараться. И получается. Замечательно. Ой, здесь нарушение. Инсини здесь так подрезали. Это красная карточка. Почему так-то прямая шкринеру еще? Лаутаро. И это хэд-трик вроде у Лаутаро Мартинеса сегодня. 85-я минута даже в меньшинстве сейчас. Забивает Интер. И все супер. Главное что победа. 3-0. Разгромили Наполи. Лаутаро забирает свой мяч. Четыре удара. Три забитых мяча. Хорошая статистика для него. Ну, смотрим что сейчас у нас по XG. Мы наиграли на все свои три мяча. Наполи на один тоже наиграли. Но где-то вот у них не получилось реализовать свои моменты. У нас зато получилось все супер. Лучшим игроком признан Мартинес. У него три забитых мяча. Эриксон отдал две голевые передачи. Еще и голевая от Баррелла. Да, Амфрис неплохо вошел в игру. Семь и четыре оценку получил. А вот шкринер 4-4. За, ну, получается, удаление. Так, сейчас по защите. Да, у него красная карточка. Поэтому вот всего лишь один у него вот этот подкат. Как вы видите, неуспешный. Поэтому и получил самую низкую оценку. Так, игрок травмировал на два месяца. Гинтер, перелом локтя. Шкринер на один матч дисквалифицирован. Так, предложение по Матиасу Весина. Я не знаю, куда я его вообще. Я его уже продавать хотел. Давайте начнем переговоры с Лестером. Так, я сейчас хочу посмотреть, он вообще у меня играет где-то или нет. Весина этот. На втором, может быть, составе. Нет, у меня он не играет. Так что давайте попробуем договориться с Лестером. И с тем, чтобы они его выкупили. После этих полугода. Так, мы принимаем краткосрочную. А, нельзя что ли, чтобы он это ушел к ним навсегда? Это жалко. Ну, 60 на 40. То есть они, да, без права выкупа. Он уходит от нас. Так, и всех там нашли, кого нам только могли. Это право у защитников. Но у меня уже денег нету тут никого покупать. Поэтому прошу прощения. Так, Димарко у нас наконец-то может поменять позицию с ЛФЗ на ЛПшника. А у нас там, в принципе-то, кто? Вот сейчас он 77-й так и остался. У нас Челхануглу и Перешич. Димарко 24. Давайте я Перешича тогда выставлю на Транцер. Потому что я на так уже минус 2 потерял. Так, и а где Челхануглу наш? Или он ЛФА там прям? Челхануглу. Вообще не могу его найти. А куда Челхануглу-то делся? Ничего уж. А, вот он Цапник. Там еще сам переучивается вроде на левого полузащитника. Да, ну ему еще долго. Но, в принципе, он неплохо на ней справляется на этой позиции. Поэтому все, мы сейчас продадим Перешич. А возрастного будет Димарко играть. Так, в итоге Висина сдан в аренду. Он переходит в Лестер на полгода. К сожалению, без правого выкупа. Так, Карре отозван из-за аренды. С практикой не улучшилось, говорят. Ребят, аренда закончилась. Так, сейчас я посмотрю дальше. Висина ушел. Лазаров перешел в Барселону. Лозанна к нам пришел. Сатриана ушел в Нью-Касл Юнайтед. Верните мне Карреу. Что у нас здесь по игрокам? 83. Сразу до свидания. Вот этот Сальваторе Эспасито. Эти пусть еще тренируются. Я не понимаю, что за юмор. Верните мне Карреу. Сейчас если не вернут, это будет просто дичь. Клуб не хочет отдавать. Конечно, когда я ему стату такую там набил. Никого я теперь должен брать на форварда. У меня денег нет. У меня Санчес там вообще не справится так. Будем, значит, искать игроков. Просто сейчас посмотрим, кто там выставлен. В аренду. Всякое вот такое вот. Просто попробуем найти. В аренду вот. Так, я даже позицию не выставил. Замечательно. Так, нападающий. Форвард. Сначала форварда попробуем поискать. Так, ну это что вообще за выбор-то такой? Салазар 2 миллиона что-то из себя стоит, но... Не знаю. Рауль Гарсия 5 миллионов. Я пока что список добавлю. Некоторых я просто вот по отступным смотрю. Так, если не форвард, а ЦФД теперь. Вообще таких не найдено. Ну и что делать? Нам теперь придется. Придется брать вот это вот. Я не знаю, правда это или нет. Что он там из себя вообще представляет? Гарсия. У него отступные 5 миллионов. 21 год ему. Кто-то может у нас в составе есть, кого мы там в аренду сдали. Так, Пинамонти. Нет, вот этих я бы точно не... Вот Кальседа, кстати. Сальседа вот этот. 20 лет, 71 рейтинг. Ну давайте рискнем. Того сейчас возьмем. Попробуем взять в аренду, по крайней мере. Гарсию. Я надеюсь на то, что он будет выше 71 рейтинга. Просто на это надеюсь. Ну 5 миллионов все-таки чувачок стоит. Так, основные условия. Краткосрочные. 60 на 40 хотят. Нет, давайте вашу пользу. Все-таки он же ваш игрок. Вы платите ему большую часть. То есть, да, все. С Бетисом договорились. Так, и что теперь? Теперь сам уже Гарсию. 7 тысяч у него зарплата. Мне кажется, что-то нас сейчас обманет. И у него нифига зарплата... Ой, этот сам рейтинг будет ниже 70. Так, Венгрия нам предлагает стать главным тренером. Мы отклоняем. И ежемесячный отчет скаута обновился. Так, Эспасито, до свидания. Ринальди, до свидания. Всем до свидания. Вообще никого нету, 90+. Поэтому на этом все. Мы заканчиваем. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это же до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова